Всем огромный привет! Я очень-очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас с вами будет влог, и я как раз попробую еще одни наушники. Когда они выключены, никакого звука нет, вы не слышите, что происходит извне. Поэтому, если там начнет открываться дверь, какой-нибудь маньяк зайдет, вы мне там подмигните, потому что я реально ничего не слышу, что происходит сейчас за кадром. Только вот смогу увидеть в последний момент. И сегодня я покажу, как мы нарядили елку. И, кстати, я выиграла джекпот. Мне пришел счет за квартиру, и он пришел достаточно приемлемый. То есть, как в прошлом месяце. Я говорила вам, что в прошлом месяце было 190 евро, и в этом месяце тоже 190 евро счет за квартиру пришел, чему я, конечно, очень рада, потому что топили очень сильно, а счет возрос не сильно. Но мы отключили себе бойлер электрический, чтобы начать экономить на электричестве, потому что у нас счета просто непомерно большие, и вы все сами видели, как это происходит. Но счет еще за электричество не пришел. Может, на тот момент, когда я выложу видео, он уже дойдет, но на данный момент его еще нет. Вот. И да, сегодня покажу, как мы украсили елку. У нас тут такая проблема получилась. Здесь отопление включили, и у нас очень сильно начали потеть окна, и стала нарастать, знаете, прям корка из льда, и из-за этого полезла плесень. Вообще не знаем, что с этим делать, потому что как бы мы не пытались избавиться от этой проблемы, уже вот сколько мы здесь живем, четвертый год, все никак не получается. То есть, ну, если у вас есть какие-то варианты, как можно от этого избавиться, то я буду очень рада и признательна, если вы мне подскажете, как это сделать, потому что, во-первых, очень портится подоконник, покрытие, во-вторых, плесень. Ну, она черная, поэтому она не такая вредная, как вся остальная, но все равно приятного мало, эти черные разводы на окнах, она прям, знаете, нормально там нарастает. Поэтому буду очень рада узнать, какие способы борьбы с плесенью вы знаете. Вот. Из плохих новостей, которые сейчас в Эстонии, это то, что нам сказали, если мы не начнем экономить электричество, то будут у нас плановые отключения. Я, честно говоря, не понимаю вообще, почему так, потому что я была все время уверена, что у нас Эстония сама производит электричество. Вот правда, и многие, даже и русские эстонцы в статье задавались этим вопросом. Но, как нам говорят, это из-за того, что Россия не додает тысяча мегаватт или что-то в этом роде. На самом деле, очень трудно сформулировать то, что хочет сказать наш премьер-министр. Но, опять же, вставлю новость, вы можете посмотреть. Я, конечно, понимаю, что все это полный, ну, как бы, бред, потому что все гораздо прозаичнее. Но говорят, что будут отключать электричество, причем в часы пик. То есть это первое, когда люди просыпаются, завтракают, и идут на работу в детские садики и в школу. То есть тебе уже будет не позавтракать нормально. И второе, это когда люди приходят с работы, с 7 до 9, по-моему, будет тоже отключаться электричество, если мы не начнем экономить. Я, на самом деле, уже экономлю в пользу того, чтобы нам не отключали электричество. Бойлер отключили, свет практически не включаем. Только вот когда записывала видео. Но это даже не потому, что я экономлю электричество, а просто потому, что сейчас такое время, когда мне уютно просто с гирляндами. И я все же надеюсь, что это все нас просто пугает и не будут электричество отключать, тем более в очень неудобное время. Ну, посмотрим, в общем. Да, как мне пишут в комментариях часто, главное, у вас бомбы не летают. Я, конечно, с этим абсолютно согласна. Так что сегодня, значит, покажу вам во влоге и покупки, какие у меня были, и также, да, как я уже сказала, как мы нарядили елку. Так что, если вам интересно, то давайте. Я еще хотела спросить у вас совета. Вам не очень помогли, на самом деле, с советом про пищевую моль. Мы от нее избавились. И сейчас, вот, посмотрите, после ночи каждый раз на окнах именно зимой, когда включают отопление, вот такая ерунда. Видите, все окна запотевают. И это со стороны квартиры. Вот. И это очень сильно портит сами окна, потому что начинает появляться плесень. И как бы мы не знаем, как от этого избавиться, потому что очень много разных советов. Ну, зато окна, он чистый. Очень много разных советов читали, но так к общему какому-то знаменателю не пришли. Может быть, вы тоже сталкивались и как-то избавились от этого. Может быть, вентиляцию надо поставить. Я буду очень признательна за ваши советы. Вот. Возможно, мы тоже им воспользуемся. Ну, потому что невозможно. Это детская комната, и ничего полезного в этом нет, то, что плесень появляется. Хотя у нас квартира вообще сама по себе сухая, и она со всех сторон у нас отапливается. Но вот именно зимой начинается такая ерунда. Ой, смотрите, кого я вижу. Красивая такая. Она же не убегает. Смелая какая. Первый раз она здесь белочку вижу. Беги-беги, не бойся. Знаете, судя по обстановке, такое ощущение, что я даже и не прекращала снимать видео. То есть это все в один день делать. Но это на самом деле в разные дни. Просто игрушки у меня здесь... Я все больше и больше в шкафу нахожу разных игрушек, про которые я уже давно забыла. Поэтому сейчас выкладываю. Вот эти ботиночки нашла. И всю елку разобрала снова, потому что они нравятся мне. Как у меня получается ее украшать. Все-таки рисунок не такой выдержанный. Просто, ну, знаете, можно было бы сказать, да чего так париться из-за этой елки. Накидал туда сверху игрушек. Красота. На самом деле я так не люблю. Мне нравится, когда, ну, есть вот какой-то четкий рисунок. Например, там сначала золотые шарики висят, потом зеленые. И чтобы это как-то между друг другом сочеталось, перекликалось. Поэтому, да, я, наверное, надолго запарюсь. И хотела вам показать. Мне сегодня пришла посылка. Вот только что курьер принес. Это посылка от девушки, у которой я лампы вот заказывала, зеркало. У них там очень давно был один органайзер, который я хотела. Но когда я уже на него созрела. Кстати, вот здесь вот, по-моему, пепперкок лежит. Так пахнет корицей. Когда я созрела на этот органайзер, я написала ей. Она мне сказала, что все, больше этих органайзеров в наличии нет. И больше они продаваться не будут. Вот он, органайзер розовое золото. Он немножко у меня тут, конечно, запотел. Но когда он отойдет, я потом в красивом, ну, протру его и покажу. Очень я его давно хотела. Он мне настолько нравился. Вы себе даже не представляете. Вот эти все ящички. У них так красиво это все выглядело. Вот, ну, да. И оказалось, она мне потом написала, что у них лежит, наверное, то ли последний органайзер, то ли пару органайзеров она нашла. И предложила мне, что если я хочу его до сих пор, то вот он есть, пожалуйста. Я его очень хотела. И они мне его прислали. Так, еще. Вообще, внезапно это. Об этом я не знала. Они мне прислали. Я так понимаю, что это кисти. Я видела, что у них на сайте появились свои кисти. Вот. И вот такая вот косметичка. Вот. Ну, я потом обязательно все подробнее буду, наверное, во влоге показать. Ой, здесь еще что-то лежит. Ой, это елочная игрушка. Это прям для меня на самом деле сюрприз. Я вообще рассчитывала только на органайзер. И вот такие вот несколько кистей. Две. Вот. Одна кисть. Вот такая вот для лица. Да, все. Одной рукой не очень удобно показывать. Я так не люблю снимать на самом деле. Уже люблю, когда все это... Короче, не получается у меня. Достану, потом покажу все. В общем, так что огромное спасибо. А эти органайзерки, я уже сказала, да, скорее всего, больше не продаются. Но у них там на сайте есть другие органайзеры. Кому интересно, я ссылку снизу оставлю. Потому что меня все время про мои лампы спрашивают, откуда они. И зеркало, откуда. Вот, поэтому оставлю ссылку. Так что очень-очень приятно. Ну-ка, сейчас я открою. Это пиперпоки. Точно, потому что прям за километр пахнет. Я когда посылку открыла, это, наверное, первое, что мне ударило. А, это свечка. Это свечка. Вы не представляете, как она пахнет. Реально, я думала, что здесь лежит печенье. Кстати, вот эти вот классные свечи. Ой, ничего себе, как она пахнет. Вот эти вот свечи я сама хотела. На самом деле делать. Даже искала форму. Но я еще не знаю, как работать с воском. В общем, да Марси, иди. Так что вот такие вот мне подарочки пришли. Очень-очень я рада. И, девчонки, хочу вам показать, как говорится, сбылась мечта идиота. Мне прислали на обзор вот такой вот моющий кокон, на котором я, наверное, лет пять уже... Нет, четыре года, как мы въехали вот в эту квартиру, мечтала. Потому что мы здесь живем на третьем этаже. И мы живем в таком районе, где кругом деревья. И когда они начинают свисти, у нас просто все окна становятся желтые. Это реально проблема, потому что постоянно мыть окна приходится. И я очень хотела, чтобы вот какой-то помощник был. И вот мне писали на обзор, деньги не платили. Просто на обзор. Вот, пришел он вот в такой вот коробке. Курьер мне его доставил, представляете, за два дня, что ли, с польского склада. Я, честно говоря, обалдела. Потому что я думала, что доставка будет дольше. В комплекте здесь шел пульт, инструкция. Вот пульт лежит. И запасные вот эти вот штучки. Кстати, если вы покупаете его, насколько я знаю, вы имеете право на пожизненное обслуживание. Точнее, на пожизненную смену вот этих штучек вы можете, наверное, приходить и брать их. Но я точно вам напишу на экране, потому что я не помню, как это звучало. В России знаю, что точно. В Эстонии здесь, конечно, у меня, по-моему, нету такой фирмы. Вот. Мне он очень понравился. За все время, что вот у меня есть, мы успели, шкаф, зеркало. У меня огромный шкаф-купе, он стеклянный. Поэтому, как бы, вот мы на нем использовали окно. Я еще им пока что не мыла, потому что у нас морозы на улице были. Ну, и как-то я не делала еще этого. Конечно, детальнее, точнее, нагляднее показать будет именно, когда будет цистить. Потому что окна сейчас все-таки более-менее чистые. Из-за того, что снег шел. Из-за того, что то сначала холодно, потом тепло с окон течет. Как бы чистые они пока что. Но шкаф мне понравился, как он моет. Вот. Так что, если тоже такую штуку искать, по-моему, 20 декабря у них будет какая-то выгодная акция. Ну, тоже ссылку оставлю. Можете посмотреть. Возможно, сделать себе подарок, может быть, какой-то на Новый год. Если вообще кому-то такая штука нужна. Но знаете, кто живет высоко, у кого есть балконы застекленные. Мне кажется, это очень хорошая вещь. Потому что мне вот понравился. Здесь принцип работы у него простой. Он работает так, что когда вы включаете, образуется очень сильный вакуум. Который заставляет его присосаться просто к поверхности так, что его не отдерешь ничем. Пока вы просто не выключите его. И когда вы выключаете, он еще 20 минут. То есть, ну, он не отпадет никуда. Конечно же, он будет продолжать там держаться. Вот. Работает он достаточно шумно. Но он, в принципе, не так, чтобы уж... Ну, конечно, ребенок спать под этот мой щекок он не сможет. Если его только с внешней стороны окна будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну все. Это уже теперь мой окончательный вариант наряженной елки. Больше я ничего уже точно менять не буду. Я даже там маленькие такие рилз выкладывала, где я показывала, как я ее нарядила. Все. С тех пор я больше ничего здесь не меняла. Вот. Вот такая елка получается. Вообще обожаю вот эти кадры крупным планом. Потому что смотрится очень-очень красиво. Ну, по крайней мере, мне очень нравится. И когда становится темно, это тоже все очень красиво в темноте выглядит. Под елкой я особо уже тоже больше ничего менять не буду. Все останется так. Так, вот здесь у меня Дед Мороз на светящихся сценях, которые я заказывала на Алиэкспресс. Здесь олени. Ну, естественно, я их поставлю как надо потом. И все. Ничего больше добавлять, скорее всего, не буду, кроме уже как бы настоящих подарков. Вот. Все игрушки очень красивые в этом году, на мой взгляд. И еще я заказала у... Точнее, увидела в маркете в одном на фейсбуке. Продавалась большая коробка игрушек за 10 евро. Целая большая коробка. А, ну, просто люди продают. И я вот купила у мужчины, но они еще до меня не дошли. Оттуда мне игрушки особо не нужны. Но парочку приглянулось. Но так как он всем скопом их продавал, поэтому я целую коробку за 10 евро купила. И я думаю, что завтра ее заберу. Еще как раз видео вставлю, что мне там за 10 евро досталось. Вот. А так я прям вот целиком и полностью довольна тем, как сейчас выглядит моя елка. Ну, здесь немножко веточки еще подправить нужно будет. А в целом вот такая она. Эти все коробки, да, я, как говорила, уберу отсюда. Может быть, поставлю вот этот столик сюда поближе. И на него тоже какую-то декорацию сделаю. Ну, и, собственно, вот моя оленя голова. Кстати, удобная гирлянда. Она сама включается и выключается, когда ей захочется. То есть, вот, мне нравится, потому что это очень сильно экономит этот расход батареек. Вот. Так что, все. В этом году елочка у нас будет вот такая вот. Вот, смотрите, у нас установили городскую елку. Вот. Очень скромная. Ну, как в прошлом году. И вот здесь тоже красиво украсили гирляндами. Так. Сейчас поближе к елке подведу, покажу. Я ненавижу снимать, стесняюсь, когда машины ездят. Хотя всем уже давно пофиг у нас. В городе одни фотографы. Может, я фотографирую. Вон она. Красавица. Сейчас на ту сторону перейду. У меня такое ощущение, как будто она стала ближе стоять, чем в прошлом году. Ну, жалко, конечно, что на нее шарики никакие не наряжают, но... В этом году, по-моему, гирлянда побольше. Такая елочка. Очень красивая такая пушистая. Сейчас буду фотографировать. Девочки, я еще напоследок вам хотела показать мою самую долгожданную покупку с Алиэкспресс. Я сейчас ее открою, и вы скажете мне, Оксаночка, ты что, совсем ку-ку? Ну, я вам правда скажу, я о ней мечтала и ждала ее. Это вот такой вот манекен тренировочный для создания макияжа. Выглядит, конечно, жутковато. Я вам скажу, пока я ее не накрашу. Но в целом тренироваться и делать на ней макияжи, это просто супер. Если вы там начинающий визажист, если вы любите какие-нибудь антистресс, раскраски, да и просто делать макияж, то я очень советую вам к такой штучке присмотреться. Я покажу, что у меня на ней получилось, какие макияжи. Ну, я уже выкладывала и в Инстаграм, и в группы Телеграм. Вообще, очень-очень классный этот тренировочный манекен. Есть еще отдельно губы. Смотрите, у него такая кожа. Это я брови тут не дотерла, но с ним макияж отлично стирается. И она, конечно же, многоразовая. Здесь сзади вот так все это дело выглядит. Но вещь просто-просто супер. Как на ней растушевываются тени, как вот на настоящей коже. Поэтому я ссылку вам оставлю, если не забуду. Или вообще, может, она никому не нужна. Если что, пишите мне в комментариях. И я вот как подарок человеку, увлекающемуся макияжем, у которого нет возможности, чтобы к нему там постоянно клиенты ходили или на ком-то тренироваться. Это просто супер вещь. Просто супер.